О нормах развития речи психологи и логопеды до сих пор не договорились, но в любом случае, чем больше времени вы будете уделять этому процессу, тем лучше, чище и красивее будет говорить малыш. Один ребенок в два года рассказывает всего Майдадыра и использует сложные предложения, а другой и в 2,5 изъясняется в стиле «Саша дать Ка». Но есть моменты, на которые все-таки стоит обратить внимание. Итак, консультация специалиста нужна, когда у малыша нет реакции на обращенные к нему слова. В первый год жизни в речи отсутствуют слоги и гласные звуки. Речь преимущественно гортанная. К полутора годам нет лепета и первых простых слов. При этом слово не обязательно машина или папа. Словом считается сочетание звуков, которые ребенок всегда использует для названия предмета или действия, то есть разовое случайное сказанное «папа» или «мама» – это не совсем слово «отяка», если оно всегда означает «на ручке уже слово». К трем годам в речи нет даже простых фраз, вроде «Саша пришел», «чашка горячая». Если же все в порядке, нужно помочь малышу улучшить речь. Для этого стоит соблюдать несколько правил. Способ первый – постоянно разговаривайте с ребенком. Озвучивайте все свои действия. Сейчас будем есть кашу, наденем носочки, мама причесывается, вот бежит собачка. Приглашайте ребенка к диалогу, дополняя его слова. Будем гулять, да? Да, сейчас Саша пойдет гулять, гулять на улицу. Мотивируйте ребенка старше года. Не реагируйте на жесты или плач, постарайтесь, чтобы он назвал предмет или сказал, чего хочет. Чего ты хочешь? Водички? Дать водичке? Пусть ответит хотя бы словом «да» или «дать». Способ второй – не используйте детские слова. Какими бы милыми они ни казались, ребенок может говорить на своем языке, но вы исключительно правильно проговаривая сложные моменты несколько раз. Да-ка, Мася, дать тебе красную машинку? Сейчас дам тебе красную машинку. Возьми красную машинку, мой хороший. Способ третий – читайте книги. Мамино чтение – лучший мультфильмов и даже аудиокниг. Показывайте картинки, задавайте вопросы. Где лягушка? Как она говорит? С детьми постарше обсуждайте героев, кто хороший, кто плохой, почему он повел себя так или иначе. Пойте детские песни, слова, произнесенные нараспев, лучше запоминаются. Рассказывайте коротенькие стихи и потешки так, чтобы ребенок договаривал последнюю строчку или заканчивал слово. Имитируйте голоса животных, звуки, с которыми ездят машины или поезда. Способ четвертый – развивайте артикуляцию. Это легко сделать в игровой форме. Задувайте воображаемые свечи, сдавайте пушинки с одуванчика, изображайте как цокот лошадки, слизывайте воображаемое варенье с губок, шутливо дразнитесь, показывая язык. Способ пятый – развивайте мелкую моторику ребенка. Доказано, что в детском возрасте это способствует развитию речи, так что отлично подойдет пальчиковая гимнастика и игры вроде сороки-вороны, лепка рисования, конструктор, собирание пазлов, плетения и игры со шнуровкой.